Продолжение следует... 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 Я должен был сделать это, сержант. Они почти выследили нас. Правда. Но теперь точно выследят. Бегом в лагерь. Собираемся. Мы сейчас же уходим. Да ладно. Всего один снимок. Что это за война, если мы не сможем убить пару япошек? Где ты этому научился? У нас в Индии растет очень похожее растение, сэр. Будьте осторожны, мистер Харрис. Сэр, оно очень острое. Я уже понял. Оказывается, ты можешь быть довольно опасным человеком. Только на службе у Британской империи, сэр. Как скажешь. Догоним остальных? Я слежу за тобой. Хорошо, что ты удостоил нас своим присутствием, Харрис. Готов двигаться дальше? Послушайте, сержант. Если бы они застали нас спящими, мы все были бы уже мертвы. Не оправдывайся. Ты пошел искать неприятности и, разумеется, нашел их, чем поставил всю миссию под серьезную угрозу. Почему вы так считаете? Согласно плану, у нас два дня, чтобы добраться до японской базы, и три дня обратно к месту сбора. Ты мог не заметить, но те японские солдаты, которых ты убил, были без боеприпасов. А значит, мы в дне ходьбы от японского лагеря. Давай-ка прикинем. Скажем, в 8 часов. Через 16 часов на базе поймут, что патруль не вернулся, и отправят на его поиски солдат. Они найдут тела. Предполагаю, что у них есть рации, и каждый солдат на этом острове будет искать нас уже через сутки. Простите, что прерываю, сэр, но японцы догадались бы, что мы ищем их склад боеприпасов. Они как минимум удвоят охрану. Заткнись. Он прав. Мы можем избежать патруля, но нам конец, если не приблизимся к оружейному складу. Может, стоит отказаться от миссии, сэр? Я рассмотрел все варианты, Пайк, в том числе и этот. Но за нами не приедут до вторника, и если будем их ждать, станем легкой добычей. Единственный выход – изменить маршрут. Посмотрите на форму острова. Длинный и тонкий, как огурец. Вот почему мы так долго шли по краю. Но если пойдем по прямой, будем там менее чем за сутки. Но, сэр, эта местность... Болотистая, да, я знаю, мистер Синг. Но я думаю, что это одна из ваших сильных сторон. Вы ведь выросли в подобном климате, не так ли? Говорят, болота острова Рэмри практически непроходимы. Ты же не боишься намочить ноги? Моя Олиф однажды заболела пневмонией. Говорили это из-за того, что промочила ноги. Но это было в Англии. Здесь у тебя не будет пневмонии. Здесь слишком жарко. Тихо. Это не обсуждается. А теперь в путь. Черт. Что это? Всего пара гранат, сержант. А кто уполномочил вас взять их? Ну, это было по моей инициативе, сэр. В инициативе? Да я видел больше инициативы у золотых рыбок, Харрис. Что ты собирался с ними делать в разведке? Если одна из них взорвется, каждый японский солдат в пределах слышимости придет за нами. Нас четверо против трехсот. Как ты думаешь, чем это закончится? Я просто хотел взорвать парочку этих ублюдков. Разве не для этого мы здесь? Ты здесь, чтобы защищать интересы Британской империи, так как твой вышестоящий офицер посчитает нужным. Ты можешь погибнуть в сиянии славы, Харрис. Остальные же хотели бы выбраться из этого острова в целости и сохранности. Что нам с ними делать, сэр? Я бы предпочел оставить их здесь, но это все равно, что оставить след из крошек для японцев. Нет, положи их в свой рюкзак, Синг. Сержант, кто угодно, только не он. Им нельзя доверять. Сейчас я скорее поверю ему, чем тебе. Он даже не англичанин. А теперь выдвигаемся. Ну вот, ребята, болото прямо по курсу. Говорил же, что придется намочить ноги. Как думаете, насколько здесь глубоко? Я не очень хорошо плаваю. Ты не уйдешь туда с головой, Пайк. Давайте, нельзя терять времени. Мне не особо хочется бродить здесь в темноте. Но кажется, у нас нет выбора. Простите, сэр. Но что это? Господи, Иисусе! Это японский солдат. Интересно, что он здесь делал. И что с ним случилось? Я читал кое-что о японцах. Если один из них опозорит свой отряд, они отправляют его в деревню с мечом. А потом он убивает себя. Берет свой меч и вонзает его прямо в кишки. Я не знаю, как они это делают. Я бы не смог. Это называется Гарри? Харакири. Вы слышали, сэр? Я видел, как они это делают, Пайк. Но в таком случае... Что случилось с его мечом? Мне интересно, что случилось с его ногами. Думаешь, он их отрубил, и они сами убежали? Сэр, это может быть тревожным сигналом. А если в воде что-то есть? Мы пойдем дальше. Вы знаете, где мы находимся, сержант? Пока мы идем по прямой, мы придерживаемся курса. По прямой? Мы сами того не знаем, можем ходить кругами. Мы идем на восток, Харрис. Мне хватит и компаса, чтобы подтвердить это. Сержант Тернер прав. Я отслеживал наш путь по звездам. По звездам? Как ты можешь видеть звезды сквозь этот туман? Ну, раньше мог. Ты в порядке, Пайк? Просто устал, сэр. Тебе уже пора, баиньки. Хватит, Харрис. Простите, сержант. Вообще-то, сержант, я думал о том, что сказал Харрис. Обо всех этих старых фотографиях и ребятах, которые не вернулись домой. Просто подумал о Болев. Кто о ней позаботится, если я не... Пайк, я бы не обращал внимания на все, что я говорю. Я всего лишь жалкий старый кретин, который слишком много времени тратит на фотографии. Не так ли? Ну, держу пари, ты повидал воины больше, чем я. Честно говоря, сержант был прав. Я записался только в прошлом году. Но почему тебя не призвали? Это долгая история. Тем не менее, ты не обязан был подписываться на эту миссию, не так ли? Ну, я надеялся что-то взорвать. Тихо, Харрис. Мы не знаем, насколько мы близко к японскому лагерю. Даже у японцев не хватит ума разбить лагерь посреди этого чертова болота. Не так ли, Пайк? Твою мать, Харрис! Компас, посмотри, что ты наделал. Что это было? Компас. Он в воде, где-то там. Начинайте поиски. А запасного нет? Нет, не у меня. Что будет, если мы его не найдем? Сержант Тернер, сэр, я могу воспользоваться фонариком, сэр? Кажется, я что-то видел. Да, ладно. Что случилось? Похоже, сержант прыгнул выше головы. Сержант! 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 Дай сюда. Сержант! 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 Пожалуйста, сэр, тише! Враг может быть поблизости. Неважно, возможно, он прямо передо мной. Пайк? Я просто смотрел в воду. Может, ты воспользовался своим шансом, пока никто не смотрел, а? Правда, сэр? Я вынужден протестовать. Да ладно, Харрис, он ведь на нашей стороне. Правда? Многие из них не любят нас, англичан. Я даже слышал, некоторые из вас на стороне и пошек. Пожалуйста, мистер Харрис, сэр, уверяю вас, я не был частью этой фракции. Моя семья получила огромную выгоду от торговли с Британской империей. Как я мог заставить сержанта Тернера исчезнуть? Я не знаю, но сегодня утром ты показался мне опасным. Может, сержант плывет по реке с окровавленным тропическим листом в шее? Правда, сэр? При всем уважении, хватит тратить время, чтобы я мог возобновить поиски сержанта. А теперь слушайте меня. В отсутствие командира, я здесь самый старший. И теперь я здесь всем заправляю. В таком случае, сэр, не следует ли вам использовать наше драгоценное время, чтобы найти выход из этого болота? Да ладно, Харрис, он прав. Нам надо найти компас. Ты же не думаешь, что он убил сержанта? Отныне я слежу за тобой, понял? Да, сэр. Я не упущу тебя из виду. А теперь ищите этот компас. Да, сэр. Да, сэр. Могу я указать на небольшую неточность, которую вы допустили в предыдущем заявлении, мистер Харрис? Как вы знаете, мой ранг – ланс да фадер. Вы с мистером Пайком рядовые. И что касается вашего утверждения насчет того, что вы старший, мне очень жаль это говорить, но вы не правы, сэр. Не испытывай свою удачу, Сингх. С меня хватит. Господи Иисусе! Что там? Что-то только что проплыло мимо моей ноги. Айк, что там? Я нашел компас. Ты доведешь меня до сердечного приступа. Смотрите, там! Что? В воде что-то есть. Где? Не стреляйте! Японцы! Мне сейчас плевать на японцев. Меня больше всего беспокоит то, что проплыло мимо моей ноги. Предлагаю двигаться очень быстро. Файк, где восток? Это там. Погодите, что это? Это сержант. Кто-нибудь, достаньте его. Твою мать! Не стреляйте, сэр! Японцы! К черту японцев! Это не сработает. Пистолет! О чем это ты? У них очень толстая шкура. У кого? О, крокодилов! Давайте выбираться отсюда. Один главный момент. КОНЕЦ Ну, мы справились. Я уже и не думал, что это чертово болото закончится. Разрешите отдохнуть, сэр? Почему ты меня спрашиваешь? Полагаю, вы вызвались добровольцем взять на себя миссию прошлой ночи, сэр. Смешно, правда. Вы предлагаете сдаться? Я предлагаю тебе рассказать все, что ты знаешь о крокодилах. Я не очень много знаю, сэр, но у нас в Индии они водятся. Тот же вид. Морской крокодил. Это не соленая вода. Нет, сэр. Это просто название вида. Но откуда ты знаешь? Мы их даже не видели. Этот вид живет в здешних болотах, как и у нас дома. А ты кто? Эксперт по крокодилам? Нет, вовсе нет, сэр. Но однажды я видел, как крокодил напал на человека. Что случилось? Я был очень-очень молод. Мы с друзьями решили отправиться в экспедицию за стенами города. Мы читали о вашем докторе Ливенстоне. Мы представляли, как будем исследовать дальние уголки Африки. Трое мальчишек и пани Валла. Кто это? Человек, который носил нам воду. Типа слуга? Да. Его прислал из дома мой отец. Господи, я не знал, что у тебя были слуги. Я думал, ты сам слуга. Он был из очень низкой касты. И мне стыдно, потому что мы относились к нему очень плохо. Он умолял нас не лезть в болото. Он знал, что мы испортим нашу обувь и винить будут его. Но мы не слушали его, потому что не уважали. Мы решили порыбачить у берега. И тут оно появилось буквально из ниоткуда. Из воды вылезла огромная чудовищная чешуйчатая голова. Этот бедняга стал между нами и крокодилом. Все случилось так же быстро, как это было с сержантом. Ты все это знал и отпустил нас бродить по болоту, кишащему крокодилами, ничего нам не сказав? Нет, я пытался предупредить сержанта, но он был очень настойчив. Ты не очень старался, не так ли? Я думал о миссии. Ладно. Нам все еще надо выполнить миссию. Чего бы это нам не стоило. У нас все еще есть компас, у нас есть камера и у нас есть гранаты. Так что, возможно, возможно, мы сможем хоть что-то сделать. Отдохнем пару часов. А потом пойдем на восток. Посмотрим, что сможем найти. Кто это на фото? Говори ему, Пайк. Моя невеста, Олив. Ну все, приятель. У тебя теперь нет шансов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я знал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Эй! Мистер Харрис? Не называй меня мистером Харрисом. Простите, сэр. Я подумал, вы враг. Готов поспорить. Дима Торзок Право, сэр. Пистолет не нужен. Это мне решать, Синг. Что ты задумал? Задумал? Я видел, как ты вытащил компас из сумки Пайка, и ты знаешь, что без него нам конец. Что ты собираешься делать? Пожалуйста, мистер Харрис, сэр. Я настаиваю, чтобы вы опустили пистолет. Ты настаиваешь? Я буду вынужден принять меры. Правда. Хотел бы я на это посмотреть. Пайк! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Его нет Крокодилы Я же говорил ему Я, черт возьми, говорил ему Он был всего лишь ребенком Он вообще не должен был быть здесь Глупый ребенок Кто ей скажет? Кто придет с фуражкой в руке? Мне жаль, миссис Харрис Он умер слишком молодым Он служил своей стране Миссис Харрис? Что? Вы имеете в виду Миссис Пайк? У меня был младший брат Уилл Примерно того же возраста, что и Пайк Он был первым в очереди, чтобы присоединиться к армии У меня было особое разрешение Потому что кто-то должен был остаться дома, присматривать за мамой Уилл не мог ждать Он думал, что едет в Германию сражаться с Гитлером Но он никогда не разбирался в географии Он оказался в Сингапуре, глупый пацан Он бы не отличил Сингапур от Стритом Хай Стрит Ему казалось, что это приключение Он даже прислал нам письмо Сказал, что делать там нечего Они с парнями просто валяются на своих койках Стараясь избегать солнца А потом мы узнали Что японцы атаковали После этого писем больше не было Проходили месяцы И тут в дверь постучали Какой-то сержант или майор Мы знали, что дело плохо Потому что в руке у него была фуражка А с ним мелкий парень Кожа до кости Так или иначе Он представился Оказывается, он сражался вместе с нашим Уиллом Когда они попали в плен кипошкам Они оказались в каком-то лагере для военнопленных в Таиланде Слышал бы ты, что они творили с моим младшим братом Жаль, что моя мама была в той же комнате и все это слышала Тот парень Едва выжил А Уилл нет На следующий день я отправил маму жить к ее сестре А сам пошел в армию И вот Мы здесь Нам нужно закончить миссию И знаешь что? Мы это сделаем Ради Пайка Ради сержанта И мне все равно, что ты задумал Мы найдем склад боеприпасов И взорвем его нахрен Если мы выбрались из этого кишащего крокодилами болота Мы сможем все Вообще-то Я взял компас и вышел раньше Чтобы выяснить наше местоположение И спланировать наш маршрут на восток И? На востоке болот еще больше А если на север? Снова болото На юг? Болото Ты говоришь мне? Мне жаль это говорить Но мы не выбрались из болота Мы на острове посреди болота Я не знал о вашем брате Ну, теперь я понимаю Почему вы их так ненавидите? Японцев Но Мне интересно Что если у японца Которого мы видели ранее Тоже был брат в Японии Или мать Ожидающая сына домой Да Но они сами все начали Не так ли? Посмотри на Сингапур и Гонконг Это британская территория Мы имеем право быть там, а они нет Это не всегда была британская территория Но мы вторглись туда первыми Смотри Что это? Это рюкзак Пайка Нет, не он Сверху торчит карта Карта сержанта Если бы мы только могли заполучить эту карту У нас был бы шанс выбраться отсюда Что думаешь? Думаю о чем? Как достать рюкзак? Давайте будем торопиться Да ладно, это не так далеко Возможно, раз уж вы старший офицер Для вас будет честью Осуществить такой героический поступок Только не начинай Я думал, ты у нас старший офицер Все очень сложно Слишком много рангов Слушай, у меня идея Давай порыбачим Хорошо, что у тебя есть запасные шнурки в рюкзаке Думаете, выдержит? Почему нет? Нам не нужно поднимать рюкзак Просто зацепить и притянуть А кто будет это делать? Ну, ты ведь раньше рыбачил на болотах Как хорошо, вы это запомнили Не дотягиваюсь Не дотягиваюсь Зайди туда немного Все равно длины не хватит Хватит, если зайдешь достаточно далеко Не волнуйся Я буду следить за крокодилами Вы уверены? Продолжай уже Ты справишься за две минуты Субтитры сделал DimaTorzok 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 Харрис Оно смотрит на меня Что мне делать? Я думал, ты знаешь Я изо всех сил пытаюсь вспомнить детали Насколько хорошо они могут видеть? Может, тебе стоит оставаться на месте? Я больше склоняюсь к побегу Господи Что? Там еще один Они охотятся стаями? Я не знаю Они приближаются Убирайся Надо было взять с собой палку Мне очень жаль, сэр В то время это не было для меня приоритетом Их нет Хочешь попробовать еще раз? Да ладно Одна нога тут, одна там В этот раз я буду присматривать, обещаю Нет, нет, дело не в этом Каждый раз, когда мы заходим в воду Мы привлекаем их внимание А потом бежим обратно в поисках безопасности Что если они осмелятся И решат последовать за нами? Они это могут? Они не рыбы, знаете ли У них есть ноги Но без этой карты мы не знаем Как выбраться из этого проклятого острова Я понимаю, сэр Это действительно проблема Прошло несколько часов Я не видел ни одного крокодила Как будто мы все это себе придумали Клянусь, их было много А сейчас ни одного Может, они куда-то уплыли Как птицы, когда улетают Вы думаете, крокодилы мигрируют? Я не говорю, что они улетели на юг на зимовку Может, они просто отправились купаться Смотрите Чёртовы ублюдки эти крокодилы Посмотри Они ждали там всё это время Они могут задерживать дыхание на несколько часов Ты у нас эксперт? Нет, это было просто наблюдение И я также наблюдаю Каждый раз, когда вода плещется Это привлекает их внимание Как я и опасался Так и есть, правда Что вы задумали? Я думаю, если они отвлекутся на какие-нибудь брызги То второй успеет взять рюкзак Похоже на рискованный план С обеих сторон У тебя есть идеи получше? Я думаю, ваша очередь идти в воду Мистер Харрис, сэр Да, как скажешь Вот что я скажу Я не мистер Харрис, я не сэр Хватит этой ерунды Меня зовут Джек Очень хорошо, Джек Рад знакомству Меня зовут Гарри Нариян Шера Пенджаб Синг Лау Кила Чадничоу Кделавала О, забудь Гарри, если кратко Ладно Хватит зря тратить время Начинай бросать камни Посмотрим, сработает ли Да, Джек Смотри Работает Брось еще один Я предлагаю не кричать Они могут услышать Их здесь трое Возможно, это твой лучший шанс Да, одну минуту Ладно Ладно Эй, крокодилы, сюда. Он сошел с ума. Достал. Ох, слава богу. Я все равно не вижу, где эти чертовы крокодилы. Гарри. Ты спас мне жизнь, Джек. Заткнись. Это просто царапина. Оно затянуло бы меня, как и пайка. Джек. Давай. Нам надо выдвигаться. Солнце садится. Я бы предпочел провести ночь вдали от этой воды. Вряд ли я смогу встать, Джек. Ты сможешь. Это не так далеко. А когда мы доберемся туда, я зажгу огонь. Это будет их отпугивать. Или приманит. Оно затянуло бы меня, Джек. Что это? Что это? Я не знаю. Это было бы меня. Я не знаю. Я не знаю. Как нога? Не лучше и не хуже. Это хорошо. Утром будет лучше, когда ты немного отдохнешь. Скажи мне кое-что, Джек. Я кое-чего не понимаю. Чего? Меня это очень удивило. Твоя реакция на то, что случилось с юным Пайком. Я могу понять твое объяснение. Но я никогда не думал, что ты видел в нем брата. У тебя никогда не находилось доброго слова для него. Доброго слова? В смысле, ты всегда подшучивал над ним, выставлял его на посмешище. А, ты об этом. Послушай, Гарри, ты не поймешь. Это фишка британцев. Мы так делаем. Британская фишка? Называется прикольнуться, посмеяться, пошутить. Вот и все. Пошутить? Так ты знаешь, кто твои друзья, когда можно немного пошутить. Это как демонстрация привязанности. О, ясно. Теперь я понимаю, почему ты кричал на меня. И обвинял во всем. Потому что я тебе как брат. Нет. Я... Да. Все именно так. Я должен был знать, что ты не поймешь. Все в порядке. Теперь я понял. Ты глупый английский идиот. Эй, следи за языком. Есть свои правила. Ты глупый английский идиот. Ты глупый английский идиот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А если пойти дальше, на восток, там эта проклятая японская база Отсюда меньше полумили Мы почти у цели Если у них загорится свет, мы сможем увидеть их отсюда Где восток? Я не знаю Ты не можешь сказать по звёздам? Мои глаза плохо видят О, забудь Где компас? Он был здесь утром Так что с ним случилось? Он был в моей руке Когда? Когда мы дрались Ты что, чёрт возьми, издеваешься? После всего, через что мы прошли, чтобы получить эту карту Мы были так близки Мне очень жаль Я всё равно не смогу зайти так далеко Не через воду с этой ногой Слушай, Гарри Вот что я тебе скажу Ты подожди здесь А завтра Я вернусь туда, где мы вышли из этой воды Я пойду на восток и найду эту базу А потом я найду склад боеприпасов И взорву парой своих гранат И что потом? А пока меня не будет Ты найдёшь побольше палок и построишь плод Крепкий большой плод А потом мы сможем добраться к лодке Для побега И к ужину уже вернёмся в Сингапур Как тебе? Я очень ценю твой оптимизм, Джек Но надо быть реалистом Эти события очень маловероятны Мы должны попробовать и сделать хоть что-то В противном случае Всё это было лишь пустой тратой времени Сержант, Пайк Для чего всё это? Я скажу тебе одно Я не отступлю Не сейчас Мы зашли слишком далеко Я уже был в такой ситуации однажды Пять рупий? Что это? Индийские деньги? Нет, посмотри Японское правительство Когда японцы вторглись в Бирму Они ввели свою собственную валюту Я сражался там Я нашёл это И решил оставить себе на память Чёртовы японцы, не так ли? Это их способ показать вам, кто в доме хозяин Теперь мы правим этой страной, приятель Возможно, ты прав Чёртовы япошки Но То же самое было и в 1835 году Когда британцы ввели закон о чеканке индийских монет Они сказали, что на индийской валюте будет лицо короля Англии Но тогда всё было иначе Мы тогда не воевали В любом случае в Индии был беспорядок Прежде чем мы пришли и во всём разобрались Наверное, именно так господин Гитлер думал о Польше Чего? Пожалуйста, пойми меня правильно, Джек Как ты знаешь, мой семейный бизнес Расцвёл благодаря торговле с Британской империей Это мой отец Вдохновил меня вступить в добровольческую армию Он сказал, что мы в огромном долгу перед англичанами Что ты делал в Бирме? Они назвали это Бирманская операция Ты участвовал в Бирманской операции? Ты слышал об этом? Конечно Это было во всех газетах Генерал-майор Уингейт Продолжает рассказывать, какой это был успех Это было ужасно Мы попали в число первых Проникновение на большие расстояния Называли они это Нам приказали перейти реку Иравади В самом сердце Бирмы Наша колонна первой пересекла её И тогда мы решили подождать остальных Но потом приказ изменился Уингейту было приказано отступить Мы остались в ловушке По ту сторону реки С ограниченными запасами И японцами, которые охотились на нас Мы были глубоко на вражеской территории Прямо как мы сейчас А что случилось потом? Нам пришлось бросить всё наше оружие И как только запасы закончились Нам было приказано Есть наших лошадей Я отказался В конце концов Я использовал эту лошадь Чтобы пересечь реку У меня получилось А у многих нет Я посчитал Что мы потеряли в общей сложности Тысячу человек Больше они не печатали этого в газетах Оставь себе Это же твой сувенир Я думаю, у тебя больше шансов Выбраться с этого острова У меня есть кое-что для тебя Попробуй это Что это? Американская жвачка Ты когда-нибудь пробовал её раньше? Кажется, я не имел такого удовольствия Держи Ты уверен, Джек? Конечно Большое тебе спасибо Очень необычный вкус Ты проглотил её? Да Очень-очень вкусно Не надо было её глотать Я собирался вернуть её Её бы хватило на неделю Что это? Там что-то есть Ты японский патруль? Сомневаюсь Одно скажу о японцах Они не глупые И они не пришли бы маршем Через болото, полное крокодилов Не так, как мы А что если прошли? Чего? Я так и не закончил свой рассказ О той операции Ну, тебе лучше поторопиться Кажется, у нас гости Это был ужасный провал Но был и один положительный момент Японцы отправили Целых три дивизии, чтобы выследить нас Из-за этого им не хватало людей Поэтому, когда они попытались Сторгнуться в Индию Они с треском провалились Чёрт Это один из них Кажется, у нас проблема, приятель Ты слушаешь меня, Джек? Да Мы прогнали их из Индии К чему ты ведёшь? Ну, иногда ты можешь потерпеть неудачу И всё же изменить ситуацию О, Господи Там ещё один Послушай меня, Джек Мы понимали Если японцы услышат пушки Они отправят патруль Но что, если они услышат вот это? Они подумают, что на них напали И отправят целую дивизию В болото полное крокодилов Это было бы кровавое месиво Правильно Если мне суждено умереть Я умру в бою Если я смогу взять с собой Целую дивизию и пошек Так ещё лучше Дай мне сумку Осторожно Там ещё один Я знал Я знал, что они придут Они распробовали, правда? Интересно, понравится ли им Японское мясо вместо английского Индийское им тоже нравится Осторожно Оно возвращается Не вернётся, когда почувствует вот это Слышали, чёртовы япошки? Сейчас будет ещё Идите сюда, если у вас хватит смелости Осторожно Джек! Отстань от меня, чёртов ублюдок Джек! Бросай мне сумку Ремешок! Я держу! Отпусти, идиот Или он и тебя утащит Заткнись! Я держу тебя! Джек! Я держу тебя! Чёрт возьми! Чёрт возьми! Джек Харрис Чёртов английский идиот Это для тебя Брат мой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...